Привет, друзья и подруги! Вы на канале Что Посмотреть, и с вами, как всегда, я, гражданин режиссер, и мы продолжаем нашу Одиссею по миру Хоббита. Это вторая часть огромного разбора этого прекрасного фильма. Как я уже говорил в первой части, если вы не видели, кстати, начните смотреть, но это приключение можно начинать с любого периода, с любого куска, оно так же, как и маг, приходит неожиданно в вашу жизнь. И из трех частей, вот этот фильм однозначно хороший, достойный, успешный, здесь не должно быть споров, но что же, давайте больше не будем говорить о других вещах, кроме как о приключениях, в которые Бильбо уже приступил и вступил, подписав, наконец-таки, документ, почувствовал, что верно говорил Гендальф, вспомнил себя в детстве, что он никогда не был, как его соседи и как все Хоббиты и остальные. Его всегда тянуло туда, за окно, он всегда думал, что там за горизонтом, и вот он сможет узнать это, и вот он сможет себя испытать здесь. Ну что же, приступим. Молодой наследник рода бросил вызов бледному орку. И все начинается с этой великой истории, этого повествования Балина, самого старшего, самого мудрого, самого опытного, архетип отца и деда для нашего лидера гномов. Он его уважает больше всего, он помнит все, он помнит больше всех, больше самого лидера, больше самого Торина. И кто, как не он, должен быть бардом и рассказать эту великую эпичную историю о том, как мальчик стал мужчиной, как воин стал лидером своего народа, о том, как Торин стал дубощитом. И это великая битва, великая битва с орками, страшными орками во главе с этим великаном Азогом Осквернителем. И вот он линчует и убивает деда, лидера, короля, отрубая ему голову при всех. Отец Торина обезумел и потерялся, его уже не нашли там, в тысячах этих тел. Все, лидера нету, дух пал, гномы бегут, бегут ужасно, бегут с поля, побеждают, казалось бы, уже враги, злодеи и ликует Азог. Но это тот самый момент, когда либо ты проявляешь себя, либо нет, либо погибнет твой род и погибнет твой народ, либо ты покажешь, что ты истинный и великий лидер. И здесь родился великий лидер. И именно там, как рассказывает Балин, каким своим бархатным, мощным, невероятным голосом. И здесь достаточно было бы просто даже рассказа его без картинок, без вставок. Хотя кино это язык визуальный, но здесь он так прекрасно рассказывал, что ты сам мог это все представить, но здесь тебе еще и показывают эту эпичную битву, эти кадры. И вот здесь, проявляя смекалку, Торин берет вот этот щит, куска дуба, из куска дуба и становится дубащитом. И самое главное, самое главное, что он переломил ход событий, переломил. Все уже отступили, моральный дух пал, но вдруг они видят, как вот он, молодой внук, потерявший только что своего лидера короля, потерявший отца, не пал духом перед Азогом. Казалось бы, непобедимой махиной, просто он untouchable, его невозможно повредить. Он отрубает ему ту руку, карая его за деда. И Азог уже испуган, Азог со страхом на глазах, и его утаскивают с поля. И в этот момент, как они могли не пойти за таким лидером? Как они могли дальше бежать? Все развернулись и вступили в битву, и битва была побеждена благодаря ему. И там родился он, великий лидер Торин. И потом эти кадры, сразу после рассказа Балина, где мы видим, как в глаза, как дети, все гномы смотрят Торину. И ты понимаешь, почему они идут за тобой, это нам рассказывают, чтобы мы понимали, почему он их лидер, почему они ему верят, где он заработал этот авторитет и к чему это нас отсылает. Какая из великих легенд нам известная, вечная, здесь присутствует? История Давида и Голиафа. Конечно же, он Давид, тот самый Давид, который выступил против великана, махины, Голиафа, это тот самый Азок. И что сделал Давид? Как он победил? Смекалкой. Маленький побеждает великана Смекалкой. Вечная история, древний миф. Он во многих фольклорных сказаниях народов присутствует. Смекалкой. И он проявил Смекалку. Он успел схватить этот кусок дерева и использовать его для защиты себя. Именно умом, интеллектом он побеждает здесь, используя Смекалку. И что схоже также с историей именно царя Давида. Почему именно это выбрано мной историю? Потому что там он еще не царь. Царь Давид сначала был пастухом, и там он еще не царь. И после этого начинается его становление. И здесь также, понимаете, это метаморфоза, древняя история. Древняя, с античных времен история. Как мальчик получает инициацию мужчины. Взросление. А здесь вот ту самую инициацию он получил, но не просто повзрослев. Он стал еще и лидером, и правителем своего народа. Вот такой глубокий смысл в этой всей истории. О, у меня еще запаснее. Ну что, нет, довольно. А теперь пропали вдруг пони. Пони нету. И вот гномы такие, ну давай, давай, наш дорогой вор, давай, покажи себя. И Бильбо очень важно. Он только что услышал эту историю. Он только что понял, сколь мотивированы эти ребята. И они верят в него. А он как бы ничего и не знает. Он как бы доверился сам так же Гэндальфу. Бежит в приключения, чтобы просто понять, разобраться в себе все больше. Что там за горизонтом. Но он знает, что не обладает какими-то качествами. Ему надо доказать вот этому лидеру. Вот этому лидеру, Торину. И на этом будет выстроена вся арка до конца этого фильма. Поверит ли Торин в то, что он чего-то стоит или нет. Потому что с самого начала он сомневается. Вы же знаете Торин, он верит только в свой народ. Он не верит в чужих людей. Он не верит никого. Все предавали всегда. Эльфам не верит. Никому не верит. Единственное, что заставило его взять, это слово Гэндальфа. Уж больно высокого авторитета. Это личность для него. И вот здесь, конечно, он хочет проявить себя. Но он видит, что оба дерева снесены. Сорваны, значит там что-то большое. И вот три братца тролля. Три тролля, как из сказки, появляются они. И это они украли пони. И Бильбо это не останавливает. Он столь мотивирован показать, доказать гномам, что он что-то может, что он рискует. Он тихо пытается. И именно пытается сделать то, за что его взяли. Быть тем самым вором. И выкрасть обратно их пони. Но все получается. Иначе его поймали. Я не буду вам перечислять и описывать, как там очень смешная сцена. Парахобит, они его называют. Тот думает, что выплюнул его из носа. Это смешно. Это надо смотреть и слушать. Я буду говорить о смыслах, причинах. Почему? А что почему? Почему, когда в этот момент Торин выбегает вместе со своими воинами. И когда они говорят, что они разорвут сейчас хоббита. Они кладут оружие. Там, если обратить важно внимание, все смотрят на Торина. Всегда все смотрят на Торина. Как он сделает, так сделают остальные. Он авторитет. Он лидер. И Торин кладет меч. И надо увидеть в глазах шок и удивление. Они не верили, что он это сделает. Почему? Потому что для него семья превыше всего, как Торетто. Для него его народ превыше всего. Он бы не рисковал своими ради чужака. Как бы он там не относился. У него нет этой сентиментальности. Ну что же. Придется пожертвовать проводником. Почему он это сделал здесь? Потому что это его единственная, как Гэндальф сказал, надежда вернуть дом. Он боится потерять его только потому, что он думает, что без него ничего не получится. Вот почему он рискует жизнями своего отряда. Никогда в жизни Торин этого не сделал. И отряду непонятно. А вот его истинная мотивация. Ну а дальше мы возвращаемся. Заметьте, как здесь грамотно. Опять же возвращаемся в ту самую историю. Маленького малыша и великана. И как маленький малыш снова должен обхитрить великана. Тут та же история. Потому что Бильбо здесь проявляет себя. Но иначе. Он начинает хитрить и обманывать троллей. Он начинает выдумывать нелепости. А наша армия думает, что предатель, ах ты предатель, плюют в него. И только Торин догадывается в определенный момент, что это все для того, чтобы потянуть время. Потому что в это время уже Гэндальф рядом. И он готов помочь. И Бильбо это заметил. И здесь снова история, как маленький хитростью великана побеждает. И здесь трех великанов он побеждает. И Гэндальф, да, Гэндальф не способен сделать так, чтобы солнце засветило. Как до этого, буквально за пару кадров до этого, Гэндальфа просили. Вы можете сделать так, чтобы дождь прошел? Мистер Гэндальф. Он говорит, дождь идет. Как можно его отменить? Дождь, он сверху идет. Мол, мои силы не влияют на законы природы этого мира. То есть, глобальных вещей таких он не может сделать. Но он может сделать кое-что. Например, расколоть ту глыбу, которая стояла за ними. А эта глыба закрывала то самое солнце. Они уже давно здесь поселились, здесь пещера. Вы скажете, почему тролли сидят до сих пор? Они точно знают, когда рассвет. И они точно знают, сколько времени они почему и стоят за этой глыбой. Сколько времени они могут здесь находиться. Еще до полного поднятия солнца. Солнце же долго бы, медленно, до полудня поднималось. Но оно уже чуть-чуть взошло. Но Гэндальф ломает этот кусок. И они превращаются в камень. И снова малыш с мекалкой победил великана. Ум и интеллект победили силу. Второй раз. И здесь Торин пытается Гэндальфу сказать. Он думает, Гэндальф был далеко. А бесценит. Скажет, ну вот, ничем не помог. Мол, мы тут рисковали жизнью из-за твоего хоббита. А Гэндальф-то все видел. Гэндальфу всегда есть что ответить. Он говорит, это неправда. А кто тянул время, чтобы у меня все получилось? Это неправда. То есть он хочет сказать, неправда. Посмотри, он уже помог вашему путешествию. Он уже здесь проявляет себя. Просто ты не замечаешь пока этого. Или не хочешь замечать, потому что не доверяешь другим. Но ничего, все впереди в этом и арка Торина, которая должна пройти до конца, когда он осознает, сколь важен был Бильбо. Но на этом история с троллями заканчивается. А это роскобельские кролики. Посмотрим, кто кого. А потом он, Ратагаст. Их было пятеро, вы знаете. Двое синие ушли на восток. И Гэндальф не помнит, что с ними стало. Наш друг Гэндальф. Третий. Дальше. Саруман. Белый. Которого вы все знаете. Ну и он. Невнятный. Как Саруман о нем говорит. Безумец. Отвратительный. Мерзкий. Противный. Ратагаст. Ратагаст. Он как часть леца. Он как часть природы. За вот этим самым безумием. Неряшливостью. Скрывается глубокая любовь. Самопожертвование. В нем сохранилось куда больше, чем в этом статном Сарумане. В статном, белом, чистом, стойком Сарумане. Саруман забыл многое. Он как бы сам принцип закона, но он забыл самое важное. Высшие принципы он утеряет. А в Ратагасте при всей его грязи сохранились они. И вот Ратагаст мчится. Потому что тьма появилась. И он мчится донести Гэндальфу. И он приезжает к Гэндальфу, заставая их возле пещеры. А в пещере троллев они нашли те самые невероятные сокровища эльфийские. Где будет подарен Бильбо. Тот самый клинок, который передастся потом его племяннику. И вот здесь Ратагаст рассказывает невероятную вещь. Ратагаст рассказывает, что зло пришло. Что он отправился в Долгудурскую крепость. И там некромант. Там зло. И Гэндальф понимает всю опасность происходящего. Гэндальф осознает и понимает, что это надо донести совету. Донести тем, кто что-то решает. Важнейшим людям Средиземья. И он с полной серьезностью относится к этим словам. Но перед тем, как я расскажу о главных принципах Ратагаста. Вот только что он уже мчался ради высшей цели. Ради других, не ради себя. Перед тем, как сказать снова о его поступке. Я расскажу, что значило вот это. Вдруг неожиданно в грязи и в пещере найдены ценнейшие артефакты эльфов. Что это такое? Это тот самый символизм, когда самое важное, самое ценное. Может находиться вот здесь, на самом пыльном грязном месте. И никто на него не обращает внимания. Все самое ценное бывает на виду. Оно не скрыто. Оно вот здесь и сейчас. Это глаза, сокрытые у людей, часто и они проходят мимо. И вот здесь Ратагаст проявляет храбрость, смелость, великодушие. Потому что, что он делает? Появляются они, орки. Армия орков. И он спасает отряд. Говорит, я возьму на себя удар. Я отвлеку их. И Гендальф переживает. Как ты сможешь? Со своими кроликами, зайцами, со своей упряжкой. Он такой, не переживай. Я возьму на себя. То есть, он же рискует. Он мог погибнуть. Он не думает ни на секунду о себе. Никогда не думает о своей шкуре. Он думает о высшем благе. Он готов вот здесь и сейчас рискнуть пожертвовать, но спасти других. Вот какие его истинные принципы. А это о чем? Встречают, да, по одежке. А провожают не только по уму. В этом смысле не только интеллект. Но и по сути, провожают всегда по нутру. Ты его встречаешь грязного, понимаете, в помете, в этой ушанке. Отвратительно, отталкивающий, казалось бы. Но потом он такой близкий, что ты готов его обнять. Он такой дорогой человек. Вот. Провожаешь ты человека, узнав по нутру его. Ривендах. Ну а дальше Гендальф показывает путь и говорит, вот он путь. Вот он путь. Проходим туда. И Торин верит ему. Верит слепо. Но не тут-то было. Потому что Гендальф его завел. Гендальф его завел к Элронду. Потому что он понимает, что дальше никак не идти. Прочти надо карту. А Торин категорически отказывается. Торин не хочет идти. Мы же знаем. Он всячески не доверяет никому. Особенно эльфам. И вот он, Ривендах. И Торин говорит, ты заманил меня сюда. Гендальф объясняет, ради твоего же блага. Как мы прочтем карту? Упрямый ты мой. Гном. Как мы прочтем? И вынужден подчиниться он. Но здесь это момент встречи. Потому что Гном уже в защите. И приезжает он Элронд. И надо сказать, я лично, субъективно для себя получил колоссальное удовольствие. Потому что наконец-то, первый раз, я воспринял и увидел Элронда в актере. До этого, когда я смотрел давно, у меня всегда был перед глазами мистер Смит из Матрицы. И еще дубляж был похожий. Я не мог развидеть персонажа. Прошли годы. Сейчас Матрица передо мной не маячит. После Колец Власти это было как глоток воздуха. Ведь здесь мы увидим их, исконных, настоящих Элронда и Галадриэль. Всю мощь веков я здесь увидел. Этих эльфов, статных, с длинными, тонкими конечностями и чертами. Как будто сама материя вытягивает их сущность. Они почти нематериальны. Они находятся на высшей стадии этой материи между тонким миром и материальным. Ведь Толкин именно писал об этих стадиях. Мы чуть позже об этом поговорим. И здесь Элронд во всей своей мудрости выступает прекрасным благодетелем и отличным гостеприимным хозяином дома. И дальше важная фраза, потому что он говорит. Вот они стоят с мечами все вместе. Он говорит, здесь вас ждет хорошая еда. Вы сытно покушаете и отдохнете. Вот все время гномы до этого не слушались. То есть ничего никогда не делали. Всегда поворачиваются на Торина. Всегда ждут его ответа. И только после того, как Торин дал добро, они бегут и сразу готовы что-то делать. Здесь предок хорошо нам известного гнома из Властелина Колец, не слушая Торина и все остальные, говорят, да мы согласны и бегут. Предок Гиблии и все остальные бегут, не слушая. Первый раз они не слушались, потому что еда. Все, еда, они пошли, они уже согласны. Ну а лидер со стойкостью должен показать, что его не волнует ничего. Ни голод во главе цель. Его этим не купишь. И здесь будет много интересного. Очень много интересного. Начнем с того, что сама еда. И здесь показаны расы и разность рас. Вот здесь она четко, что в кольцах власти упущены. А раса гномов, она приземленная, она материальная, они коренастые, они крепкие, они как такие викинги. И манеры у них соответствующие. Им надо мясо, им дают салат. Они говорят, где еда, где будет еда. Материальная еда. Мясная. Крепкая, которая приземляет. Потому что и занятия у них материальные, приземленные такие. Они отрыгиваются, они ведут себя так. И эльфы на их фоне. Они же здесь как невероятный контраст. Когда рядом ставишь разных, больше видишь сущность каждого. Контраст. Эльфы с этой возвышенной музыкой. Как будто здесь играют какие-то невероятные композиторы. Еда такая же, веганская. За столами они в шикарных одеяниях. Этикет великий. И, я еще раз говорю, эти продолговатые тонкие конечности. Длинный рост. Многие века жизни. Это символ их возвышенности к тонкому миру. И вот в саге о лесных всадниках, это очень хорошо было показано. Там эльфы из высшего мира с нее зашли на землю. Первые эльфы жили тысячи лет. И были высокими. Вот с этими благородными конечностями. Обладали навыками магии. А с годами они как гномы приблизились к материи. И стали частью ее. С годами возраст их стал меньше. Они стали жить как обычные люди. Рост их стал меньше. Они стали более коренастыми. Материя сточила камень. И вот здесь есть этот контраст истинных. Много сотню живших лет эльфов. И их мудрости. И во взгляде Элоранда ты видишь. И его мудрость. Как он терпит. Все, что вообще не соответствует всему кодексу поведению эльфов. Эльфы в шоке. Но они не подадут ни разу вида. Это гости. И они их здесь приняли. И здесь контраст этот виден. И видна вот эта связь, которую мы потом увидим во Властелин колес. Столь разные, но они все время вместе. Как Гимли с Леголасом дальше. Совершенно разные народы. Совершенно от начала до конца. Но что-то есть общее. Какой-то якорек и крючок их объединяет. Какая-то близость и связь между ними есть. Скрытая, незаметная, непонятная. Но что-то тянет их. Поэтому эта сцена невероятно поставлена. Так детально, так подробно. И здесь раскрываются эльфы. И тут ты понимаешь, какой просчет по-настоящему был в кольцах власти. Здесь есть вся смысловая нагрузка. Кто такие эльфы? И почему они так должны выглядеть? Ну а дальше совет. Тот самый совет будет впереди. Но сначала карта. Надо прочесть карту, о которой говорил Гендальф. И Элронд мудро принимает своего гостя, лидера гномов. И он поражается, потому что они пришли ровно в то время. Только тогда, когда можно было ее прочесть. И он видит в этом глубокий символизм. Что не случайное все это путешествие. Раз так случилось, просто так. Никогда так не случается. Он читает эти символы. Раз они пришли именно в этот момент. Значит свыше было предназначение этому приключению и путешествию. И читают они эту карту. И узнают, что в день Дурина они могут это только увидеть. Как пройти туда. Но дальше должен быть совет на одобрение. Можно ли это делать? И там Галадриэль. Там Элронд. Элронд и там вот тот самый маг, о котором мы говорили. Саруман. И Саруман будет пытаться всячески-всячески помешать всему. Начиная от путешествия все не хотят. Потому что есть некий баланс. А это сменит баланс. Там спящий дракон. И никто не хочет менять сохранившийся баланс. Но тут Гэндальф еще говорит угроза. Угроза в огнезникла, говорит Ратагаст. И тут пытается всячески Саруман обнулить все это. Всячески говорит это бред. Он достает клинок. Моргульский клинок. Он говорит это бред. Какой-то древний клинок. Что у нас по факту есть? Бред не сумасшедшего. Какой-то гнилой клинок. Гэндальф успокойся. Хватит заниматься чуть-чуть. Усыпляет внимание всех. Но тут самое важное это вот эта связь. Невероятная связь Галадриэль и Гэндальфа. Как она с ним мысленно общается в этот момент. И где ты видишь в ней вот эту мощь всех веков. Вот Элронт он древний. Но Галадриэль она еще более древнее существо. Как ты во Властелине колец это чувствовал, так и здесь. Ты чувствуешь в ней какую-то невероятную силу чего-то потустороннего и мощного. Она даже за столом не сидит. Она поотдаль стоит и общается. Общается интуитивно и слышит все, что происходит. И это такая у них, знаете, это такая невероятная связь. И такая видна в глазах любовь, чувство любви. Это не любовь интимная. Это другая любовь. Это любовь на совершенно другом уровне. Но она есть у Гэндальфа Галадриэль. А она к нему, знаете, по-матерински возвышенно относится. К нему, будучи к нему, Гэндальфу, который сам существо высших миров, которое снизошло в материю ради высшей цели, жертвует собой в этой материи. К нему она относится вот так, вот с такой позиции, материнской, мудрой позиции. И она раскусила его. Она говорит, что отряд же уже ушел. Торин получил то, что ему надо, и ушел. И Гэндальф это знал. И этот момент Галадриэль такая, ты же знал об этом. И его вот это лицо неповторимое, как Ян Макалин играет. Лицо, которое передает все на 100 миллионов процентов. Его даже не объяснишь, что это за мимика на лице в этот момент. Но это невероятно. Он, знаете, как провинившийся ребенок так смотрит на мать, такой, да, да. Который, знаете, что-то сделал, такой признается, да. Да, я знал, я знал. Именно так он смотрит. Как невероятно он отыгрывает. И понимает, что играет этот актер. Сцена фантастическая. А эти не понимают, эти там, в своих политических делах сидят, думают, Элорант, размышляют об этом всем. Уже ушли. Ушли они. Невероятно. Пересмотрите, если не смотрели. Эта сцена дорогого стоит. И здесь вот видна вся мощь. Вся вечность. И понимание Бланшетт. Так играет Кейт Бланшетт. Не как эта актриса в кольцах власти. Понимание, какую сущность она играет. Что она играет. Это не человек. Еще раз повторю. Это мощная сцена. И дальше здесь есть еще две вещи. Два важных, отснятых отдельно диалог. Два важнейших отдельных диалога. Первый диалог Элронда и Бильбо. А второй диалог Гендальфа и Галадриэль. И вот первый диалог Элронда и Бильбо. Где они общаются. И он интересуется, почему же он пошел в это путешествие. Хоббиты ведь они домоседы. И Бильбо дает понять, что не понимает его намерения. Он издевается. Иногда вот вас, эльфов, не поймешь. То есть вы что подразумеваете, говорят. Ты подкалываешь ли меня, да? Или что-то разузнать хочешь. Какие мотивы? И тут мудрец ничего не объясняет. Дает понять свои мотивы и отношения к нему. Говорит важную вещь. В любое время можешь приходить сюда. Для тебя двери открыты, как дома. И когда-то мы знаем, он придет сюда. Когда-то он придет сюда. Обязательно. Это очень важная сцена. И она говорит. А вот это я еще раз говорю. Там так мало сцен, но так много мудрости эльфийской. В каждых фразах выдержанной. Ты видишь, что это не человек разговаривает. Это, говорит, существо, которое прожило столетия. Ты это понимаешь в их разговоре. В отличие от колец власти. Ты это понимаешь. Это первая сцена. А вторая куда важнее. А вторая куда значимее. И сколько там смыслов. И я бился над этим моментом. И я не давала мне покоя ответа. То, что говорит Гендальф там. Потому что там вопрос, которым мы задавались с самого начала. Они говорят с Галадриэлей. И есть уже эта связь между ними. И Галадриэль задается вопросом. Почему Хоббит? Почему он? Почему он? Почему ты выбрал его? И ведь этот выбор в итоге и приведет к победе над кольцом. В итоге. Это нельзя было рассчитать. Вот как Саруман хочет рассчитать практически на чьей стороне сила. И помните в кольцах власти он говорит. Все в властелине. Он говорит, что сила на той стороне. Надо быть умными. Он материально взвешивает все. А как взвешивал Гендальф? И он здесь говорит. Я понял, что разные мелочи, житейские деяния простого люда помогают сдерживать тьму. Я, говорит, считаю, что сила бывает вот в этих простых существах, простых людях, делающих простые добрые дела. Я вижу в нем, когда я смотрю на него, у меня страх внутренний пропадает, который во мне есть. И я мучился, пытаясь объяснить это все-таки материально. Я понимаю, что это максимально в том-то и дело нелогичное, неразумное. Ее не надо практически материально объяснять, потому что в этом и есть та какая-то внутренняя, тонкая, сердечная история. Понимаете, которую логикой не объяснишь. Именно так выбирает это Гендальф. Интуитивно. Как высшее существо он это понимает. Но я пытался оформить это в материю. Пытался донести. Я долго искал этого момента, и я нашел его. И я до конца понял, расшифровал слова Гендальфа, и сейчас скажу. На примере, на примере мне знакомого человека, и становится все тогда на свои места понятно. Понятно, что имеется в виду. Здесь происходит этот контраст Сарумана и Гендальфа. А на примере человека, которого я очень хорошо знаю много лет, и когда он много лет назад со своей будущей женой, с кем они живут, много лет в браке, они еще были студентами, он с ней познакомился. И он, вопреки всякой логике, находясь в двух станциях метро от университета, ездил к ней полтора часа от университета, встречал ее, добирался с ней туда, хотя она была категорически говорила, не беспокойся, не переживай. И вечером провожал ее. И каждый раз, когда она говорила, это нелогично, ну зачем, потерпи силы наберись, тебе приходится в 6 утра вставать. И он это делал на протяжении двух лет до их свадьбы. Но в этом и была его любовь. И с годами прошли годы, и он сказал своей же дете, знаешь, как я неразумно делал словами Сарумана, неразумно. Логично же было действительно встречать тебя на станции, как же глупо я делал тогда. А потом прошло еще немножко времени. Он подошел к жене и сказал, ты знаешь, какой же я дурак стал. Я делал все правильно именно тогда. Да, какой же я глупец, когда начал все измерять и взвешивать материи. Ведь если бы не это, не было бы и большой любви. Ведь если бы не эти необъяснимые логикой поступки, не было бы ничего. Именно там и зародилась любовь. И вот об этом Гендалев говорит, что когда ты все взвешиваешь, как Саруман, логично, с просчетом, расчетом, ничего не получится. Ты забываешь о чем-то более важном. О вечном. О любви. А любовь, она вопреки этой логике. Любовь, это жертвенность. Любовь, это что-то большее. Вот о чем он говорит. Вот почему он выбрал Бильбо. Я был очень рад, что я все-таки добрался до конца, что смог облести в материю эту необлекаемую мысль, потому что она выше. И я думаю, что вот здесь, во второй части, конечно, вот на этом и надо закончить. Я надеюсь, вам нравятся эти разборы. Я слышу, что нравятся. Меня просили дальше делать разбор. Кто еще не подписан, подпишитесь. Кто подписан, проставьте колокольчик, чтобы именно когда эти ролики выходили, YouTube вам напомнил об этом. Мы продолжим это великое приключение. Я надеюсь, вам нравится. Пишите все в комментариях. Не скупитесь. Отнеситесь к этому, кстати говоря, как Гендальф к этому относится. С сердцем. Действуйте с сердцем. Ну, а вы были на канале Что Посмотреть. И с вами был я, гражданин режиссер. До скорых встреч. Пока.